всем привет дорогие друзья с вами крымский влог и я артем лавриненко ну что друзья у нас очередная прогулка по окрестностям города севастополя и мы сегодня с вами посетим древнее городище посмотрим античную массандру а если бы точнее винодельню ну и соответственно прогуляемся на и посмотрим две самые красивые обзорные площадки крыма в общем друзья будет очень интересно познавательно и красиво не забывайте подписываться на канал ставить лайки и писать свои пламенные комментарии ну а тем кому интересно узнать где находятся более точнее локации которые я посещаю подписывайтесь на телеграм-канал ссылка на него будет в описании ну что друзья приятной прогулки погнали какое из название поняли мы находимся с вами в балке бермана и здесь второе по величине городище которая относилась естественных периодах херсонеса и как вы знаете греки построили огромный город херсонес построили там крепость и вокруг были небольшие поселения так вот это городище который находится балки бермана было 2 по величине последний раз раскопки здесь велись в 80-х годах и после того ничего не производилось что мне здесь заинтересовало это же конечно винодельно посмотрите это самый большой тарапан в крыму вот именно здесь греки укладывали виноград здесь вот оптали и вот сюда вот через это небольшое отверстие ведь это вот вот как раз судой шло вино ну вернее виноградный сок и отсюда его уже собирали сейчас мы с вами пройдемся в погреб этой винодельни ведь еще похоже по величине где-то есть по моему в районе низких кермена тарапан но больше него смотрите здесь такие пещеры небольшие сейчас мы пройдем сюда вглубь по всей димости здесь хранили вино и продукты мы сейчас чуть попозже мы еще поднимемся я вам покажу саму крепость место где находилась крепость это что от нее осталось видите то есть все делалось по такому же принципу как и в бахчисарайских пещерных городах точно так же и здесь видите такой грот пещера посмотрите на самом деле очень красиво я на самом деле даже не рассчитывал что здесь будет именно вот так вот друзья включил фонарик смотрите здесь на самом деле глубокая такая яма и дальше ведет этот соответственно тоннель где-то там выходит либо нет ну короче очень интересно если кто-то будет рядом проезжать по монастырскому шоссе всем рекомендую друзья сюда заехать а вот и кстати выход из этой пещеры друзья который такой подкова образный ведь то есть этой стороны мы в принципе должны были выйти для чего был сделан этот проход на самом деле непонятно друзья ну для чего-то предназначался возможно даже здесь что-то складывали может и просто ходили прятались от тавров и скифов но достаточно большой проход и вот опять эта яма и вот оттуда я пришел так ну что друзья мы добрались до городище забрался на самую высокую точку к сожалению не покажу вам у вас высоты птичьего полета но на 360 градусов мы его потихонечку посмотрим городище было основано в третьем четвертом веке до нашей эры греками и долгое время на самом деле они тут проживали их тут всячески кусали скифы тавры постоянно они от них отбивались собственно здесь была построена сторожевая башня где-то ориентировочно размером 10 на 10 потом сюда пришли римляне долгое время здесь жили потом византийцы и канула все это в лету когда уже соответственно пришли сюда генуэз это было в 13 веке перерезали херсонеситом торговые пути и древний город тихо угасал и нашу крепость тоже покинули жители следов пожара и разрушений например как в панском здесь нет видимо люди просто сами отсюда ушли здесь на самом деле очень интересно друзья потому что здесь не просто городище ну и вот как я уже ходил до в античную массандру так сказать винодельческий завод то есть есть возможность прикоснуться реально к эпохе но и остались также предметы быта я вам сейчас немножечко покажу помимо винодавильни да здесь еще и давили масло из виноградных косточек и остался даже сам пресс вот здесь находится посмотрите вот эти с отверстием такой то здесь скорее всего была какая-то кран-балка либо рычаг который его постоянно опускала и давила здесь косточки здесь вот есть несколько таких тарапанчик of небольших где тоже все это хранилось короче походить здесь одно удовольствие на самом деле времени много не занимает ну такие вещи увидеть сам бог велел как говорится посмотрите вот он здесь как был так его и откопали и не убирали отсюда этот пресс очень интересно давайте еще здесь пройдемся здесь не есть несколько тоже таких погребалин каких-то ну комнат низких прогуляемся и отправимся с вами на фиолент кстати но обратите внимание еще на балку бермана здесь достаточно зелено красиво уютно небольшая названа она в честь человека который жил здесь и владел хутором в начале 19 в конце двадцатого века посмотрите тоже такая небольшая пещера и самое главное в этой пещере сейчас вам покажу тоже остались отверстия которые скорее всего были предназначены для лампадок для освещения вот видите прям выдолблены здесь вот углубление раз два три и здесь а также полки соответственно здесь жили люди каменистая порода мягкая поэтому можно было конечно же долбить тут и долбить это не так как бахчисарайских горах потому что там порода достаточно плотная а здесь вот песчаный ракушняк такие дела друзья поэтому если кто-то будет рядом с балкой бермана обязательно сюда заезжайте прогуляйтесь по этому античному городище прикоснитесь друзья природе видите обратите внимание из каких камней состоит городище то есть строили его основательно потому что нападали на него такие ребята как скифы и тавры постоянно видите поэтому все это старалась максимально укрепляться ну что друзья вы готовы увидеть одну из самых красивых обзорных площадок крыма друзья и я реально не шучу потому что просто посмотрите какая красота открывается шикарный вид на бухту на яшмовый пляж на георгиевский монастырь я не знаю никогда сюда приезжаю мне глаз просто не насмотрится и честно вот мы с вами находимся на херсонесе вот всем рекомендую когда ко мне приезжают в гости я всегда их везу в первую очередь суда но я не знаю здесь я сам когда сюда первый раз приехал мне было просто максимум удивления посмотрите скалы орест и пилат здесь такая трещина я не знаю сумасшедшая надо быть максимально аккуратным здесь и кстати когда первый раз приехал вот здесь на скалах прыгали горные козлы сейчас и к сожалению нет там кстати есть тропинка скорее всего которая ведет к морю можно спуститься и как-нибудь мы обязательно с вами спустимся посмотрите открывается шикарный вид на мыс а я уже видно вот там вот прет прям над мысом висит луна посмотрите красота а вот там вот за скалой как раз находится балаклава но вид просто на миллион насмотреться не насмотреться так ну что друзья с той стороны уже начинает потихонечку садиться солнце поэтому я предлагаю переместиться туда потому что там будет один из самых красивых закатов да друзья простите но я вас немного обманул сегодня будет еще один красивейший закат но я думаю никто из вас не против его увидеть что крымские закаты это всегда огромное зрелище еще хотел перейти сюда и показать вам вот эту скалу честно я слышал что ее называют кошка еще кто-то называет и посвящает ее как раз той же рицидиане за которой как раз и приплыли ребята орест и пилат но это если вы точнее почитайте легенду друзья напишите как правильно называется эта скала потому что выглядит она просто шикарно согласитесь еще раз давайте сделаем обзорчик на 180 градусов шикарно друзья погнали мы идем на другую сторону друзья обратите внимание еще раз как застраивается микрорайон фиолет если раньше это были просто дачи то сейчас это уже часть нашего полиса посмотрите и он строится строится когда-то вот здесь вообще ничего не было я сюда когда первый раз приехал здесь ни одного дома не было сейчас уже все почувствую застраивается что друзья мы успели на закат я очень переживал на самом деле очень хотел его заснять все думал не получится сейчас мы с вами забираемся на дот и отсюда как раз видно край мыса нет а если посмотреть направо то здесь открывается шикарнейший вид на весь гераклейский полуостров посмотрите здесь также видно практически все пляжи которые я летом посещал это и пляж патриот и пляж царское село и и грот дианы и вот кстати вот этот вот маленький кусочек это как раз таки то скала дракон друзья обожаю это место и действительно вот одна из самых красивых обзорных площадок вообще в целом в крыму друзья в целом в крыму вот две площадки находятся здесь вот так сложилось на херсонесе поэтому всех своих любимых гостей я в первую очередь везу суда здесь смотрите стоит пианино она по мне рабочие это уже не первое пианино как правило их тут разламывают всякие вандалы в общем долго они не живут в море стоит корабль которая охраняет черноморская побережье так ну что пока солнце еще не касается дыр давайте доберемся до края мыса и уже там проведем сегодняшний закат эту и такой немного приостановился думаю то что манекены стоят эти там есть ресторан не помню честно его название здесь стоят люди смотрите они не двигаются просто ждут заката для того чтобы его снять красиво и просто стоят смотрите не двигаются вот это магия солнце представляете у них вообще зарядка какая-то непонятно какие-то какие-то они сектанты наверно зашевелились видите или они наверно те кто заряжаются от солнца знаете есть такие люди ну ладно черт с ним пойдем на мыс прям над пропастью сижу жду когда начнется закат чем показать сколько вокруг людей море кстати ну кстати солнце уже начинает за перезон чем показать сколько здесь людей посмотрите все приехали посмотреть и сфотографировать закат наверху тоже люди сидят снимают внизу тоже посмотрите людей очень-очень много здесь тоже видите на скалах сидят люди ну и я вот здесь присяду посмотрите какая красота сейчас буквально несколько минут солнце просто уйдет за горизонт самый красивый момент в жизни так вот друзья хотел бы сказать что пока есть такие люди которые любят закаты любят природу в мире однозначно будет мир уже половинки солнца нет вторая половинка сейчас буквально за каких-нибудь секунд 30 уйдет в море а и а и и и и и и и и Чтобы вы понимали где сидит мужчина Он просто сидит на доброго Ну и все друзья Вот закончился еще один день На ваших глазах солнце просто испарилось за горизонт Все, теперь посмотрите сколько здесь было Теперь настало время луны Солнышко ушло за горизонт Вышла луна И настало ее время Ну что друзья мы сегодня уже будем с вами прощаться Показал вам сегодня все что успел Да согласен немножечко ускорено Но к сожалению из-за работы естественно не получается полноценно заниматься блогерской деятельностью Но ничего впереди выходные дни друзья Это значит что я отправлюсь в какое-нибудь полноценное путешествие Где как можно шире освещу вам какую-то яркую крымскую локацию В любом случае не забывайте подписываться на канал Ставить лайк и писать свои комментарии Друзья будьте частью канала Давайте вместе сделаем его номер один в Крыму С вами был я Артем Лаврененко До новых встреч на канале Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok